Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин Сегодня кровь слишком жидкая у человека Все дело в тромбоцитах, вам так скажут западные медики Почему? Потому что если тромбоциты ниже нормы, то начинается проявляться такая болезнь По-другому ее называют гемофилия, либо жидкая кровь Считается, что это болезнь царских наследников, либо царская болезнь Болеют именно только мужчины, мужской род Что такое гемофилия? Гемофилия это плохая свертанность крови На чем она основана, скажем, выводы? Выводы основаны, что любое кровотечение на теле человека трудно остановить Вот и все Гемофилия бывает А, Б и С Ну, что можно сказать об этой тяжелой заболевании? Считается, что эта болезнь передается по роду Вот так вот Но, есть одно маленькое но Что такое кров? Кровь это дух человека И кровь у нас везде И прежде чем начинать лечить гемофилию Нужно все-таки узнать Какого вы духа И укреплять свой дух Как ни странно, это звучит Вот и все Очень просто Многие из вас говорят, что очень просто Очень просто Вы знаете, просто на словах Но вот эту простоту Почему не хотят наши люди Простую схему Да вера не хватает, это раз Во-вторых, не хватает творчества Когда человеку мы говорим просто То это просто утром делать зарядку Это просто утром вообще-то воспитывать День начинать с молитвы Вот и зарядки С дыхательной практики С постной еды, допустим Либо с постного завтрака Для начала это кажется очень тяжело А потом Это все переходит в твой распорядок дня В твой смысл жизни И эту простую схему никто не хочет брать Почему? А там просто все Вот нам бы усложнить бы Нам бы по часам пить воду Нам бы там 3 литра воды этой выпивать Нам бы там поджелудочную невозможно решить Эту проблему, да Нам бы сердце вот невозможно Хотя сердце большой роли не играет Хотя выработка крови Это всего лишь поджелудочная железа А поджелудочная железа Это не наследственный орган Это орган будущего, настоящего и прошлого Вот и все Человек должен смотреть на свое прошлое Смотреть в будущее И жить в настоящем Многие люди этого не делают Многие люди живут непонятно чем Вот это называется закалка своего духа Дух нужно закаливать Не надо думать, чтобы ливаться холодной водой Это и закалка Нет, закаливать дух надо Как сказал черкес, да В одном из фильмов В огонь до воду Металл сначала плавят А потом закаленный В огонь до воду В огонь до воду Вот у человека должно быть И огонь, и вода И огонь может что растопить Скипятить воду И вода может залить огонь Вот такой должен быть человек Если он сможет победить себя И укротить свой дух Он сможет что? И укротить свою жидкую кровь Сделать ее более сильнее и крепче Почему мы сказали об этом? Потому что многие думают Что воздействием всего лишь на точку В10 Тянь-Джунь Мы можем гемофибелию победить Нет, не сможем мы победить Человек живет у нас в четырехмерном мире Вообще-то, насколько мне известно Но вообще-то двухполярность никто не отменял И не я Вот эта дуальность, либо двухполярность Она всегда будет преследовать нас с вами То есть, любую болезнь мы должны рассматривать На тонком энергетическом уровне И на грубом физическом Если вы только будете на грубом физическом рассматривать Вы не вылечите болезнь Если вы только будете на тонком энергетическом уровне Лечить болезнь Вы не вылечите болезнь А если вы будете ее лечить и на физическом уровне И на тонком энергетическом И на духовном И на культурном И сможете эти все миры объединить Выстроить путь исцеления Вот только тогда у вас будут плоды вашей работы над тяжелым заболеванием под названием гемофилия Мы не говорим, что здесь именно эта точка лечит эту болезнь Она участвует в лечении этой болезни Но система 12 меридианов, ее еще никто не отменял Нужно смотреть в каком состоянии все 12 меридианов Эти меридианы что? Восстанавливать, поддерживать Либо если они воспаленные, убирать эту избыточную энергию Если они слабые и вялые, тонизировать эту недостающую энергию Вот и все Здесь нужен, скажем так, при этом тяжелом заболевании контроль Именно тщательный контроль Контроль этой тонкой энергии И конечно же, украшение своего физического мира Помните, поджелудочная железа вырабатывает кровь Печень ее обогащает, доставляет сердцу Сердце его качает по сосудам и артериям И всем нашим организмам в целом и клеткам снабжает Вот в каком состоянии поджелудочная железа В каком состоянии печень, сердце, наши органы А не наоборот У нас печень лечат А в каком состоянии поджелудочная, мы не знаем У нас сердце лечат, сосуды лечат А в каком состоянии поджелудочная, мы не знаем Помните, мы показали вам цепочку Что сначала надо поджелудочную восстановить Когда восстановите поджелудочную, сразу восстанавливается печень, сердце, сосуды И все органы и система воедино взята целая Понятно, да? Вот если вы эту цепочку будете всегда в этом лечении гемофилии И не только, и не только Преследовать, вы станете здоровым человеком Если нет, вы только останетесь больным Почему? Потому что неправильная, скажем так, постановка диагноза Лечет за собой что? Превращение болезни в хроническую стадию Спасибо за внимание Спасибо за внимание